Рынок Дубай — это больше не российский рынок. Все просто. Нет такого спекулятивного роста. Рассрочки стали более жесткими. Теперь вы не можете быстро перепродать объект. Пил медвежку по старому курсу и сейчас продает. Выводя деньги обратно в Россию, получается, что существенно заработал. Однозначно респект. Вот это вот всех волнует, особенно инвесторов, которые раньше использовали первичный рынок как один из главных инструментов для заработка здесь денег. Друзья, привет! И сегодня мы с вами встречаемся для того, чтобы прочитать статью Forbes, которая вышла недавно на русском Forbes, где один из журналистов очень ярко и во многом правдиво рассказал о сегодняшней ситуации на рынке Дубая. Я сегодня хочу дать ряд комментариев, потому что многие из моих текущих клиентов скинули мне эту статью. Я хочу поделиться своими комментариями к ней. Итак, поехали! Первый и самый главный вывод, безусловно, то, подчеркнул журналист, является то, что, безусловно, рынок Дубая – это больше не российский рынок. Это даже не русскоязычный рынок. После серьезного пика, понятно вызванного какими событиями в 2022 году, сейчас, в 2023 году, доля покупателей из СНГ, я подчеркиваю, из СНГ, существенно снижается. Россиян, украинцев, жителей из СНГ и Восточной Европы, говорящих на русском, вытесняют все больше и больше Пакистан, Индия. И самым сегодня сильным таким, сильной нацией, наиболее покупающей недвижимость на сегодняшний день является Англия. Вопрос россиян на недвижимость Дубая в третьем квартале, да и, собственно говоря, в предыдущих кварталах 2023 года, сократился около 40% по сравнению с логичным периодом прошлого года, что, собственно говоря, неудивительно. Это действительно так. В первую очередь понятно, да, что, ну, во-первых, многие уже купили, во-вторых, конечно же, повлиял курс рубля, который существенно взорвался летом, если не ошибаюсь, да, в конце весны. И на сегодняшний день недвижка здесь, которая, ну, по сути, номинирована, да, привязана к доллару, в рублях становится существенно дороже. Те же, кто уже перевел свои активы в доллары, конечно, для них, ну, цена осталась прежней. Кто же, кстати говоря, купил недвижку по старому курсу и сейчас продает, выводя деньги обратно в Россию, получается, что существенно заработан, если мы говорим о рублером эквиваленте. Также журналисты и эксперты, которые были приглашены для того, чтобы дать свое мнение, в этой статье говорит о том, правильные вещи говорят о том, что действительно рынок вторичного жилья скорректировался, он существенно вырос, тогда как новостройки серьезно просели. Тому, на самом деле, две причины. И об этом, на самом деле, в статье не говорится. И я хотел бы все-таки, наверное, разжевать немного эту историю, потому что это важно. Во-первых, почему выросла вторичка? Вторичный рынок, это касается не только готового жилья, но это жилье, которое меняет собственника, и где собственником становится уже второе лицо, физическое лицо. Значит, эта вторичка выросла по той простой причине, что Дубай становится больше городом для жизни. Сюда все больше и больше прибывают людей. С каждым годом, с каждым месяцем здесь все больше и больше резидентов. К слову, и аренда очень сильно растет, об этом в статье не рассказывается. Но это все говорит о том, что просто-напросто спрос на готовое жилье или жилье, которое готовится быть сданным, растет благодаря тому, что растет население. Ну и растет, конечно же, серьезно население. С каждым месяцем все больше и больше прибывают сюда только туристов, но и жители, которые постоянно хотят здесь жить. Поэтому, конечно, они хотят покупать недвижку. Ну а те, кто не может позволить себе купить готовый объект, они берут ее в аренду. Есть такая статистика в каком-то из ресурсов, я читал их, в котором рассказывается о том, что после трех лет аренды апартаментов в Дубае человек, как правило, покупает недвижимость в Дубае. Так вот, ну вот, собственно говоря, основные причины роста вторичного рынка это рост популяции и то, что Дубай становится большим местом для жизни. Почему пала первичка? Вот это вот всех волнует, особенно вот инвесторов, да, которые раньше использовали первичный рынок как один из главных инструментов для заработка здесь денег. Все просто, потому что нет такого спекулятивного роста, рассрочки стали более жесткими, и теперь вы не можете быстро перепродать объект, вложив в него там 20, 30, 40 процентов, да, и заработать на этом кредитном плече, который предоставляет застройщик, да, с помощью рассрочки заработать существенную сумму денег. Ну и, конечно же, застройщики. Застройщики, повышая качество, повышая, не знаю, убранство, повышая количество сервисов, которые предоставляют в своих домах, они серьезно повышают цен. И неудивительно, что в некоторых районах, особенно развитых районах, где появляется новая высотка или новый какой-то объект, часть комьюнити, цены на авт-план дороже, чем на вторичку. Также в статье один из экспертов, не очень, честно говоря, знакомого мне real estate агентства, говорит о том, что цены в Дубае скорректировались в связи с тем, что фокус двинулся на другие эмираты, да, эмираты, эмираты Дубаи, это только один из эмиратов, да, и сегодня все больше и больше смотрят люди на Абу-Даби, Рассельхайму, Шарджу даже, да, и так далее. Но это отчасти действительно так. Действительно многие крупные застройщики заходят на эти территории, да, то есть, например, вот совсем недавно в Рассельхайме после объявления, да, уже по сути официального объявления, потому что там будет казино открыто, туда выходят очень крупные застройщики. Уже Эллингтон на момент ноября 23-го года выпустил там два проекта. Я прекрасно знаю о том, что у государственного застройщика Эмар на этой территории уже есть несколько кусков земли для будущих построек. В общем, ну, действительно, покупатели больше обращают внимание на рынок этих эмиратов, но, как я говорил в одном из своих коротких видео и в Телеграме писал, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, на основании аналитических отчетов, которые я также приводил в этих материалах, эти эмираты на сегодняшний день не являются интересными инвестиционными территориями, во всяком случае, для краткосрочной или среднесрочной перспективы. Почему? Потому что эти эмираты очень слабо развиты по сравнению с Дубаем, с точки зрения инфраструктуры, в первую очередь, и бизнеса. Ну и цены. На самом деле, цены в том же Абу-Дабе выросли очень серьезно. И государственная компания, частично государственная компания Альдар, которая построила, ну, возьмем, да, Альдар, как один из таких типичных примеров, лакомцевую бумажку по Абу-Дабе, Альдар сегодня продает недвижку свою в Абу-Дабе, по сути, по ценам Дубая. Поэтому, ну, я, честно говоря, не согласен тут с экспертами, да, о том, что большое количество именно инвесторов ушло в те степи, потому что инвестиции там, на мой взгляд, не самые интересные. Очень понравился комментарий одного из аналитиков Транио, господина Буланова, который очень точно написал о том, что такое индекс мыльного пузыря Баба Гумекс Дубая, который говорит о том, насколько объективна цена недвижимости в контексте спроса и в контексте инвестиционной привлекательности. В частности, господин Буланов говорит о том, что согласно отчету финансового холдинга UBS, Дубай вошел в тройку городов, которые имеют самый низкий риск возникновения мыльного пузыря. Я в своем большом видео вместе с своей коллегой Кариной читал этот отчет UBS. Я приложу ссылку для того, чтобы вы могли почитать не только про рынок Дубая с точки зрения оценки рынка недвижимости по бабл индексу, по индексу мыльного пузыря, но и другие страны, даже другие континенты. Поскольку я делал аналогичный анализ, собственно говоря, с теми же самыми выводами, господину Буланову однозначно респект. Нигде в этой статье не было рассказано о том, что на самом деле на рынок Дубая еще не вышла Европа и не вышла Соединенные Штаты Америки. Таким образом, Дубай сегодня, на самом деле, до сих пор не является той страной, в которую складывает свои средства и капиталы весь мир. Поэтому, когда мы увидим потоки из этих материков, из Соединенных Штатов Америки в частности, особенно в контексте сегодняшних экономических и политических событий, я думаю, что это даст новый виток развития рынка и существенного роста спроса, как на вторичку, так и на первичку. В целом, я хочу сказать, что Марии Неретиной из русского Forbes я однозначно ставлю лайк, она большой молодец. В этой статье в целом, в общих чертах рассказываются, на самом деле, правильные вещи. Реплики некоторых специалистов я бы поставил под сомнение, но в целом, картина является объективной, ну, за исключением редких моментов. И в завершении этого видео я приглашаю вас к просмотру моего большого видео с моей коллегой, где мы разобрали индекс мыльного пузыря, а также перспективы рынка Дубая, а также других стран и других континентов. В этом аналитическом отчете, на самом деле, в целом у вас появится законченная картина о ситуации здесь на рынке. Ну и, конечно же, обращайтесь к специалистам, профессионалам, тем специалистам, брокерам, а также аналитикам, которые смотрят на рынок сверху, не только через призму российского паспорта. С вами был Дмитрий, спасибо вам за просмотр этого видео. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные материалы. Всего хорошего, пока!